Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, 14-й урок «История христианской церкви». Я остановился на том, что говорил как раз об огне, как бы святом, как бы сходящем на Пасху. Я вспомнил просто такой эпизод, хочу с него начать сейчас этот урок. Однажды в Киеве, в Киево-Печерскую лавру я приходил со студентами Библейского института, евангельские христиане. Они были как раз вместе со мной и такой диспут состоялся, такой импровизированный, с семинаристами. Они как раз там шли в эту лавру, в эти пещеры, а мы как бы выходили из пещер. И, ну, в пещерах там, значит, эти вот мощи, да, там есть такие, которые уже долго лежат, уже не гниют. Есть те, которые гнили уже давно, уже. То есть, ну, такое место поклонения. Но мы хотели не поклоняться, конечно же, я просто в конце темы своей истории христианства, просто у нас был такой показ, как бы, чтобы люди увидели все это своими глазами. Потому что многие из этих студентов, они ни разу не были в православном храме, ни разу не были, допустим, в лавре, не видели мощи. Я все это показал, а многие просто были в шоке. Знаете ли, когда они всю неделю слышали, допустим, эту тему, рассказывали там, я все рассказывал, а потом они посмотрели все это натурально. Да, и с нами был американец, с этим преподавателем тоже истории церкви, истории христианства. Он вообще был просто в большом шоке. Он не думал, что это все в наши дни возможно. Он думал, что это было по крайней мере средние века. А мы там видели людей, которые на гробах этих плакали, молились, поклонялись этому всему. Просто кошмар. А семинаристам, знаете ли, там девушки наши подошли к ним, начали им что-то говорить, проповедовать им. Они в шоке. Сектанты в лавре стали проповедовать им. И вот один из семинаристов сказал, что наша вера истинная, у нас правильная вера, не агитируйте нас. Потому что у нас огонь на Пасху сходит, у нас мощи не гниют, там много уже времени. А знаете ли, я им рассказал просто историю одного как раз брата, который был там с нами, Андрей, не помню фамилию. Он, значит, бывший наркоман. Я рассказал эту историю его, как он умирал от наркотиков, как он был уже, по сути, покойником уже. Его мозг потерял форму свою. Его в больнице держали как растение уже. Он не соображал ничего. Никак его зовут не знал, никого не узнавал. Никому был не нужен. Родня от него открещивалась. Значит, и у него были кости больные. Но самое страшное, что его мозг, он потерял свою форму давно уже, значит, и врачи говорили потом, что у него был в голове кисель просто и все. Значит, потерявшую свою форму. Значит, и плюс еще кости гнили, гнили, заражение крови. Кровь переливали ему, но не помогало ничего. И он стал чернеть, весь распух, стал черным, большим, толстым. Значит, и его привезли к родственникам, чтобы он умер, там, как раз это было в Мариуполе, в Донецкой области. И родственники не открыли даже двери. Его врачи просто на простыне возле мусорки оставили и уехали. Ну, такие вот истории, их очень много, к сожалению, по Мариуполю, по Донецку, по Луганску. Я знаю, много таких, к сожалению, историй, такие страшные. И вот, значит, и его оставили мчащего, там, стонущего, вот, умирающего на простыне возле мусорки. Бросили, знаете, никому не нужен, все, кусок мяса загнивающий. И, значит, и проходили ребята, значит, там, Свет Миру и какая-то еще церковь. Молодежные церкви, бывшие наркоманы, там, алкоголики, тунеядцы. То есть, вообще, народы, там, какие-то собрались такие, что, вот, как бы, и, ну, Бог, там, чудеса такие совершал, вообще. Я у них бывал как-то, в кинотеатре, там, они собирались тогда, значит, ну, такая живая церковь молодежная, вообще, слава Богу. Бог переделывал, вообще, людей, там, очень сильно. Ну, конечно, шедевром, там, был, это Андрей тот самый. Дело в том, что он не умер, представьте себе, они приволокли, прямо на этой простыне его, приволокли к себе на квартиру. Там, неподалеку была бывшая варочная квартира, значит, наркоманская, значит, здесь у них проходила домашняя группа, значит, там, значит, и туда приходили наркоманы и бывшие, и еще практикующие, значит, там, и за них молились. Ну, такая жизнь такая, кипела прям. И, значит, и я там просто потом бывал уже, не раз в Мариуполе после этого. И вот, общался, много слышал, рассказывал таких, и вот за Андрея молились, чтобы он пришел в себя, чтобы он смог услышать Евангелие, чтобы хотя бы умер, но по-человечески, чтобы, значит, услышал и принял Христа. И Бог совершил чудо, он пришел в себя, он, это невероятно, совершилось уже чудо, он вспомнил себя, кто он такой, он осознал, что он сейчас умирает, что с ним все так плохо, он стал, ну, знаете, такой толстый негр, такой весь был, говорит, значит, и что с ним произошло такое, и ему рассказали о Христе, и он услышал эту благую весть о Христе, и покаялся, и не умер. Там братья рассказывали, что у них не было веры в то, что он выживет, но думали, чтобы он хотя бы умер по-человечески. Вот, знаете ли, но, значит, и потом ему стали рассказывать, он не умирает, они дальше молятся там, а он там что-то стонет, что-то говорит им. Вот, и они стали говорить ему дальше, у нас есть для тебя еще одна новость. Мало того, что Бог тебя простил сейчас, но Христос еще не только за твои грехи пострадал, но и ранами его мы исцелились. Значит, и ты можешь исцелиться его ранами. И я скажу, что через, у него потрясающее свидетельство, конечно, через там 3, по-моему, месяца, 2-3 месяца, он пришел к этим врачам, что его на простыне возле мусорки бросали, там, за справкой устраиваться на работу. Вообще, бред какой-то. Врачи там в шоке, младший медперсонал там в обморок бросался. Вот, думали, тот Андрей уже сгнил в могиле, его знали очень хорошо, там, в этих клиниках всяких, там, и в этой больнице, его прекрасно знали. Растение просто, просто растение. Живое теперь растение, знаете ли, за справкой пришел. Значит, и на своих двоих, значит, и не толстый, значит, и не черный, значит, и вообще с мозгами, видимо, нормально, потому что он рассуждает, говорит. И вот, значит, ну, там еще были у него отклонения, некоторые были еще проблемы были, но уже нормально ходил вообще, двигался. У него же суставы были гнилые, как он мог двигаться вообще, невероятно вообще. Одним словом, да, и у него были все гепатиты какие-то там, разные, значит, и много всего у него было. Его, когда обследовали, признали его совершенно здоровым. Но самое невероятное было с его мозгами. Его мозг восстановил форму свою, абсолютно новую, как будто бы он не был больным человеком никогда, значит, то есть здоровая форма, здорового человека, здоровый мозг. Вот, и это даже не в самом Мариуполе, в Мариуполе это одно, но в Донецке, Днепропетровске, потом в самом Киеве. И там, значит, уже когда, значит, какой-то там академии или кто он там, значит, в Киеве в самом обследовал его всего и все это проверял, смотрел, то, значит, он сказал, что молодой человек, вам нужно свечку ставить точно Богу. Потому что вот это точно, это чудо, вот точно чудо, потому что вот невероятно, потому что у него перед тем, там, ну, десятки раз там проверяли, все у него в мозгах было, в голове кисель был, а здесь здоровый мозг. Вот, и в конце концов, значит, у него справки, все, значит, он здоровый человек, значит, работает, пошел. Но он пошел потом в библейский институт учиться, и как раз он учился тогда в библейском институте. И вот вся эта история я рассказал этим братьям, Андрея сам рассказал, потом, значит, братья другие рассказали, кое-что еще, мариупольские были со мной как раз тогда. И вот эти семинаристы, которые перед тем говорили об огне на Пасху, о мощах не гниющих, об иконы плачущей, знаете ли, они стояли с такими лицами, это надо было видеть, красивые лица. Они смотрели, потому что они вот, ну, знаете, с настоящим, с Божьим чудом соприкоснулись, с Божьим чудом. И, знаете ли, и я сказал тогда, вижу, они уже молчат, семинаристы, уже не говорят ничего, ну, поняли, что, ну, вообще, ну, совершенно о разном мы говорим. Они о чудесах таких, которых полно в любых религиях мира. Вот мы о чудесах живых говорим, о том, что, ну, каждый Бог имеет свой почерк, как и человек. Настоящий Бог, истинный Бог, да, имеет свой почерк. Жизнь и жизнь с избытком. А ложные Боги творят ложные чудеса, их полно в этом мире вообще, в любой религии. Я помню, когда там разговаривал с одним товарищем, тоже художник по образованию, мы вместе учились в училище одном, только на разных курсах. И я пытался с ним говорить что-то, вот, и говорил там о мощах, вот, мощи там Тихона Задонского были обнаружены, как раз. Я был священником самой традиционной церкви, вот, и мне хотелось, чтобы он был в церкви, потому что он пошел в какие-то восточные мистические учения, там, на Тибет ездил, там, и прочее. Стал каким-то там этим, ну, медитировал, там, значит, поднимался в воздух, там, с его слов. То есть, ну, странный образ жизни был такой, вообще, из тела путешествовал, выходил, значит, там, и прочее. И вот, я ему говорю, Владе, говорю, он хороший художник, я говорю, Владе, приходи в храм, ты же помнишь, вот, ну, в 88-м, 89-м, мы же вместе в храм ходили, все, ну, пошли в храм, говорю. Там, говорю, мощи Тихона Задонского, ну, приобщись, как бы, к вере, как бы, к церкви, вернись. А он говорит, Сереж, я, я, он про свою поездку на Тибет рассказал, там, говорит, столько мощей, что тебе даже не снилось, говорит, там сотни мощей лежат. И, видимо, там Тибет, более мощный Тибет в этом отношении. И там эти мощи, говорят, без всякой мумификации, просто братья ушли в нирвану и, как бы, не вернулись уже. По 500 лет и больше лежат, вот, их тела окаменели и все. Вот, другие из истлели, рядышком, тела лежат, просто истлевшие, все, что от них осталось там немного. Вот, а другие, очень многие, сотни лежат и хоть бы что, высушили. Вот так, а потом я говорил об иконе плачущей, а он мне тоже, моя карта бита была. Он говорит, а у нас тоже, говорит, вот, в Индии где-то там, значит, голова плачущая, каменная голова плачущая. Вот, проверяли, сканировали ее, там, не нашли ничегошенькие, значит, там, ни емкости, ничего. Вот, то есть, как бы, откуда появляется влага, там, на голове Будды, значит, мы не знаем, говорят, значит, вот, люди, паломники, собственно, не только с Индии, там, откуда только они приезжают, поклониться, вот, значит, как бы. И моя карта бита опять. Но, знаете ли, у нас есть Иисус. И это самое главное, самое важное у нас, слава Иисусу Христу. И я сказал тем семинаристам, будущим священникам православным, они сейчас служат священниками, может, там, в Киевской области, с некоторыми поддерживаем контакт. И вот, значит, я сказал тогда братьям так, что, говорю, братья, говорю, если бы в храме, где я служу, допустим, не просто на Пасху, а каждое служение физически огонь сходил бы, и зажигал бы там светильники, допустим, да, так, и все бы, ах, вот это да, вот это дает. Значит, а потом, или, допустим, не просто отдельные члены церкви бы, после смерти мощами становились бы, а перед входом в храм целая галерея была бы там, 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 лидеры прославления, допустим, там, ашеры, там, мощная церковь такая, знаете ли, до мощах. Да, значит, то, говорю, для меня было бы это все меньшим чудом, чем вот это одно, но живое чудо, когда он пропадал и нашелся, был мертв и ожил, да, то есть Божий почерк, Божьего чуда, слава Иисусу Христу. И поэтому мне искренне жаль, вот миллионы обманутых наших соотечественников, и не только, кстати, здесь, вот и в России, в Украине, вот я в разных странах мира даже, вот в свободном, казалось бы, мире, тоже встречаю много очень славян, русскоязычных, обманутых этой пропагандой, которые верят Ящику очень сильно, русским СМИ верят. Вот, и, конечно, необходимо сейчас, я думаю, в интересах самой же православной церкви, как можно быстрее это чудо ложное разоблачить. Почему? Потому что завтра от церкви отшатнутся многие люди. Строить храмы, сейчас строят, будь здоров, храмы, но ломать их можно очень быстро. Хотя, возможно, и не так будет, как вот было в 20-е годы, 30-е, но хотя, я думаю, что возможно повторится, но в еще худшем варианте. Оставшиеся храмы православные в России просто превратят в музеи, вот, значит, или опять будут использовать по назначению другому, допустим, там, хранилище, зернохранилище. Если не покаемся, так же погибнем. Но пока покаяния не видно, пока иерархия не хочет правиться, пока упрямо держатся за вот именно эту традицию. И пока в руководстве православной церкви в России чекисты сидят, как Кирилл Гундяев и прочие, покаяния и иерархии не дождешься. Но моя мечта, все-таки, чтобы достучаться до среднего класса духовенства, до священников, некоторых епископов, чтобы большинство из них осознало именно важность сейчас покаяния. Потому что в православии много искренних священников, много тех верующих, те, которые, да, неправильно верующих, но они верят в это. И, знаете ли, чтобы их вера, эта ложь была разбита, и чтобы признали не истинную веру. Иисуса Христа, Спасителя Господа Своего. Знаете ли, потому что вера в огонь сходящий или мощи не гниющие, эта вера, она бестолковая вера, бессмысленная. Ну что мне с этого? Знаете ли, ну а что с того мне вообще, в моей личной жизни? Да, но пощекотит мне нервы. А что мне будет с того вообще? Настоящая вера, она практична. Если это живой Бог, то с этого в моей жизни будет жизнь вообще. Да, смерть отступает. Слава Иисусу. Да, друзья, и вот ересь, о которых я говорил всю эту неделю, знаете ли, это все с одной целью лишь врагов было посеяно, чтобы отвлечь людей именно от Иисуса. Отвлечь людей от настоящего Бога, живого Бога. Но наша задача разрушать дела тьмы эти. Просто-просто, значит, нести истину людям, потому что познайте истину написано, и истина сделает вас свободными. Аминь. Видимо, батарейки не заряжены, да? Нужно как фрикламенту, Duracell, который там... Ну тоже ерунда, Duracell. Я вот в Америке покупал Duracell, работают хорошо. У нас покупала такая же цена фактически, но не работают. То есть работают очень медленно, мало работают. Да, нет, китайские хорошие вещи есть. А есть халтура. Ну как и везде, есть истина, а есть подделка, да? Есть настоящая, а есть такая подделка. Да, и вот мы должны на этих уроках с вами, эту неделю уже мы завершаем, уже, да? Предпоследний урок сейчас у нас идет. Мы должны научиться отличать истину от подделок, настоящее христианство от этих грубых подделок, чтобы не обманывалось население. Дьявол, он гонит, знаете, это такой ширпотреб такой, знаете ли, но с этим ширпотребом далеко не уедешь и здесь на земле, а вечности уж вообще там лишь как бы растопка для ада. Вот, значит, но, в общем-то, хочется, чтобы люди спаслись. Бог вообще хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Слава Иисусу! И один из культов, я о нем тоже говорю, значит, на диске как раз, такой желтенький там, крайний вот, о культе Богородицы. Я расскажу пару историй, вам будет понятно, я не буду много рассказывать, у нас мало времени уже. Я вкратце расскажу лишь пару историй. Вот, декабрь месяц, мы накануне, как раз декабря, значит, до скорой выборы, значит, в Госдуму. И, значит, как раз именно в этот день будет праздноваться праздник православный, введение во храм Пресвятой Богородицы. Значит, начало декабря в православном календаре стоит дата праздничная, именно введение во храм Пресвятой Богородицы. И это один из таких оккультных праздников, который, опять-таки, оболванивает население. С помощью этого праздника, на самом деле, враг очень много, миллионов людей просто обманывает. И не только у нас, но вообще по всему православному и католическому миру. Судите сами о том, как праздник, насколько он ложный. Якобы, согласно этому празднику, этой как бы теории, что ли, не теории, а вообще-то это считается аксиомой в православии и в католицизме, что якобы Марии, когда ей было 4 или сколько лет, ей было 4 годика, наверное, была маленькая девочка совсем еще, якобы ее посвятили Богу, привели к храму Иерусалимскому, и якобы первый священник, он взял девочку, Марию, и вел ее в храм, хотя он не мог этого сделать, и больше того, якобы по особому откровению, он взял эту девочку и завел во святое святых Иерусалимского храма, Кадош Кадоша, Иерусалимского храма. Представьте себе. И якобы она прожила там до 14 лет, с 3 до 14 лет, примерно, и жила во святом святых, и ангелы ее кормили, питали, и раз в году она видела человека, заходящего туда во святое святых, это был первосвященник, который заходил жертвенной кровью животного. Это древняя версия, новая версия, которая уже в век 18-19 стала очень популярной, она не менее, она даже еще более фантастична. Да? Другой микрофон. Хорошо. Да, да, здесь. Тем более, я особо не перебегаю по сцене. Слава Богу. О, даже здесь интересно слышно, да? Мне так больше нравится. Как-то моложе голос, да, точно. Помолодел сразу. Да, господа. Так вот, и якобы, по новой версии, Марию в тот же самый день первосвященник вывел из этого святого святых, но поселили ее возле храма, и она, Мария, маленькая эта девочка, ходила каждый день молиться во святое святых Иерусалимского храма. Каждый день, даже не в сам храм, а именно во святое святых Иерусалимского храма. Это новая версия. Других версий этого праздника нет. Обе версии не выдерживают никакой критики абсолютно. Библейский, ничего общего со здравым смыслом нет в этом, значит, единственное, для чего этот фантастичный праздник нужен, чтобы обманывать миллионы душ. Чтобы взгляды людей духовно были устремлены на Марию. Но на самом деле, такие праздники, они не возвеличивают Марию, они позорят Марию. Позорят имя Марии, позорят Матери Иисуса Христа. Я убежден, что если сейчас воскресить Марию, Матери Иисуса Христа, Господа нашего, и дать ей возможность выступить в этих храмах, там, Парижской, Бога Матери, Успенский собор Кремля, Московского, других соборах выступить, посвященных ее имени, как бы. Особенно на Руси очень много этих веденских монастырей, веденских храмов, именно посвященных этому празднику. Монастыри женские очень часто посвящаются ведению, празднику введения во храм. И, конечно, если бы Марии выступить в этих храмах, что бы она сказала? Я бы ждет, что она просто разоблачила бы эту ересь, сказала бы, господа, братья и сестры, молитесь Господу. То, что Он скажет вам, слушайте Его. О, и, конечно, вот еще я упомянул праздник Успения. Успение – это уже финал жизни Марии. Как бы считается, что она умерла и воскресла. А в католической церкви считается это доктриной вообще веры. В православии нет такой доктрины, в православии нет такого, как бы, значит, учения, ну, как бы, официально. Но есть вера в то, что это правда. Это вера большинства православных считается. Якобы Мария, даже есть праздник Успения Богородицы, об этом говорящий. Что якобы Мария, когда умер, да, перед смертью, якобы, пришел ангел, опять Гавриил пришел. И опять с таким же приветствием радуется благодатное Господь с тобою. Она в шоке, что опять. Нет, так, это мое уже, мое предположение. Мое прочтение. Вообще-то, ну, она была опять смущена, написано. Ну, я понимаю, от чего смутилась. Но надо же, на старости вид опять слышат знакомые до боли приветствия. И опять знакомого ангела, который не составился никак абсолютно, значит, но уже к престарелой Марии явился. Просто Мария, это может так называть сериал такой. И вот, значит, и якобы Гавриил успокоил Марию, сказав, что на этот раз у него другая миссия, другое послание. На этот раз у него послание именно по ее душу. Что пришло время ее смерти. Все, я забираю тебя в вечные обители. То есть, ну, пошли. Но она почему-то попросила отсрочку. Может быть, завещание оставить, я не знаю, значит. Но она сказала, ну, дай мне отсрочку. Я хочу еще побыть еще немного на земле. Ангел говорил, значит, переговорил с кем надо, значит, и сказал, ну, для тебя есть исключения. Обычно, вообще-то, ну, мы не делаем таких исключений, но для Матери Господа, значит, можно сделать исключения. Но не больше двух недель тебе на сборы, как бы, значит, на общее приготовление. Две недели. И потом Гавриил сказал, есть еще плюс, еще бонус такой. Вот, допустим, ты, может, что-то хочешь еще дополнительно к этому, мало ли. И Гавриил, значит, услышал такую просьбу необычную. Мария сказала, она очень хочет напоследок попрощаться со всеми учениками Иисуса Христа. Которые к тому времени разошлись там с проповедью и хочет с ними переговорить. Но вернуться им за две недели, это нереально. Поэтому Гавриил сказал, хорошо, я сделаю то, что, значит, ты попросила. В течение, там, часов я извещу их. И ангелы доставят их прямо в Иерусалим. Хорошо, здорово. Ну, а тебе, Мария, чтобы ты не забывалась, мало ли, значит, да, значит, вот тебе веточка из рая, ты будешь смотреть и готовиться. Хорошо, Мария приготовлялась, значит, ангелы, на самом деле, доставили в Иерусалим, как бы, как считается, всех апостолов, всех, кроме Фомы. Фома неверующий, да. Он опять был на своей волне. У Фомы, видимо, были проблемы с верой, опять, значит, да, он либо не доверял средствам передвижения, либо он испытывал губы, я не знаю. Протестант. Протестант, да, слушайте. Нет, ну каковы, представьте, ангелы, значит, здесь проповедуют, что у Жени, допустим, вдруг ангелы, полетели в Иерусалим. Кто его знает. И вот, значит, ну, Фома прилетел, но попозже, уже опоздал, уже после похорон прилетел. И вот, значит, ну, все апостолы нормально прилетели, значит, и они, как бы, увидев друг друга, обрадовались, значит, что бы это значило. Мама им сказала, что я уже все, значит, ну, ухожу от вечной обители, значит, вот вам веточка. Израиль, значит, подтверждение говорил, вот, все организовал. Это прощание, это банкет и вообще. И вот, значит, она попрощала с учениками и все, умерла, значит, ее положили в такой, ну, как в гроб, значит, да. А перед тем, кстати, записан еще такой инцидент интересный, здесь на иконах он рисуется часто, в славянских старых иконах, не без антисемитских таких, значит, вкраплений. И, якобы, там один ортодоксальный иудей, значит, увидев похороны матери Иисуса, сказал, о, это, значит, случай испортит праздник. Не, не праздник, но, как бы, мероприятие. И он, как бы, подскочил, как бы, к этой процессе и хотел опрокинуть, значит, ну, то, на чем лежало тело Марии. А в это время ангел появился с мечом и обрезал, отрубил обе руки этому, значит, ортодоксу. Тот был в шорке, значит, без рук, а руки прилипли к этому одру. Вот есть такая красивая легенда интересная. Потом, значит, ну, страшная, конечно, да. И вот, но Марию похоронили, все как положено, ученики оставались какие-то дни еще там на месте. И вот прилетает Фома. На третий день прилетает Фома. Фома, ну, где-то был, уже все, маму похоронили, уже попрощались, уже все. Ну, уже собираемся, как бы, даже и расходиться, как бы, уже разъезжаться. Вот, а Фома, как, пристал, как банный лист. Пожалуйста, откройте мне гроб, я хочу с Марией попрощаться. Ты что, в своем уме? Уже третий день уже, ты что? Ну, Фома, он пристал так, что, короче, ученики пошли на кладбище, открыли гроб. Хорошо, Фома, вот, иди, прощайся с мамой. А мамы нет. Пелены лежат, отдельно плац свитый, буквально, как в сцене с Иисусом. Апостолы в шоке. Они ушли снова в Иерусалим, пришли на свою конспиративную квартиру, страх ради своего иудейского, значит, и решили совершить хлебоприлобление и порассуждать, что бы это значило вообще. И вот они приготовили хлеб, вино, значит, и собрались молиться, и в этот момент крышу сорвало. Буквально, значит, исчезает крыша. Вместо крыши потолка они видят небо, открытое отверстие, и прямо с неба сходит большая мама. Дом большой мамы уже четыре уже получается. Я бы так бы начинал эту съемку, если бы снимал бы Дом большой мамочки. Но третье они неудачно сняли, мне первые два очень нравятся фильмы. Но четвертый я бы снял таким образом, пока еще надо начало, еще, да? И это бы опять бы Мартин и Лоурон, классный парень вообще, хорошо снимает, хорошо играет. Так вот, Дом большой мамочки четыре. Но я бы сделал маму черной все-таки. Значит, и мама сходит туда, прямо в собрание апостолов. Апостолы в шоке. Они не то с перепугу, не то с откровением какого-то особого хлебоприлобления во имя Марии совершают. И кушают хлеб, пьют вино. И Мария говорит им, что вот я как бы воскресла, якобы я вознеслась уже на небеса. И якобы я, Мария, теперь посылаю вас, идите по всему миру, значит, учите все народы, крестя их, там, во имя Отца и Сына и Сына и Судового Духа. Буквально повторяет слова Иисуса. И говорит, что вот как бы сейчас все и начинается. И якобы апостолы вот с этого момента, они осознали все вообще, как бы им стало ясно. И иерархия усложнилась якобы. Теперь Мария одеснует своего сына. Уже сын это одно, но теперь мама, она возле сына. И теперь она решает все вопросы. И уже теперь не христианство, а марианство, по сути, начинается. История марианства. Конечно, вот такая история была незнакома первым христианам. И слава Богу, что, значит, знаете ли, первые верующие не знали об этом ничего. Слава Богу, что, значит, первых, ну, как бы быть поточнее, но пять столетий точно. Первых пятьсот лет христианство не знало такой ереси. И слава Богу. Эта ересь более позднее происхождение. Но до сих пор праздник Успения отмечается. Римма-католики, западная церковь католическая, приняла решение даже объявить это догматом веры. Аксиомой. Ни один католик не может с этим поспорить, потому что церковь католическая признала это доктриной. Это есть во всех учебниках церкви католической. В православии до сих пор это не принято доктриной. Но, однако же, по умолчанию считается, что это так. И много очень на Руси храмов в честь Успения названо. Праздник Успения Богородицы является праздником, как говорят, предчистой. Перед ним пост назначен двухнедельник как раз в память поста Марии, которая перед смертью попростилась две недели как раз этого поста. И эта традиция такая, оккультная по сути традиция, она до сих пор, опять-таки, существует в наши дни, в наше время, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной. Да, вот такие, друзья, мои истории. Думаю, от того, что уже прозвучало, достаточно, чтобы понять, что большие проблемы в церкви, но выход есть. Этот выход сам Иисус Христос. Выход есть, и я убежден, что сегодня Бог хочет, чтобы очень много людей, православных, католиков, я много проповедую среди и католиков тоже, среди православных, среди католиков, на Западе я в основном среди католиков проповедую, но проблема примерно одна и та же, что в Западной Церкви Католической, что в Православной Восточной. И, значит, сейчас у нас, получается, предпоследний урок. Слушайте, времени очень мало. Я хотел бы с вами вместе еще кое-что вспомнить из истории христианства, назидательное. О реформации в 16 веке я упоминал уже, но не упоминал о том, что в Православии тоже были попытки реформации. Через 100 лет после Лютера, Лютер в начале 16-го столетия, помните, да? А это в начале 17-го, следующего столетия, была попытка реформации на Востоке православном, в православном мире. Это был патриарх Кирилл Лукарис. Запишите его, пожалуйста. Патриарх Кирилл Лукарис. Патриарх Кирилл Лукарис, он... Патриарх Кирилл Лукарис. В начале 17-го столетия он поднял знамя реформации в Стамбуле, в бывшем уже Константинополе. Там он был патриархом, патриархом вселенским. И патриарх Кирилл Лукарис, его называют часто историки, даже Кальвином в Новом Риме. Потому что вообще Стамбул, Кастинополь, это как Новый Рим. И почему его так называют? Потому что этот патриарх, он был на самом деле большим реформатором. В 1632 году он издал свою книгу. Это была как бы программа реформации православной церкви. Эта книга называется «Восточное исповедание христианской веры. В 1632 год». Но уже вскоре после этого в 1638-м его казнили. В 1638-м по приказу султана Турецкого его казнили. И также репрессировали многих священников греческой церкви, православной сторонников реформации на Востоке. Султан Турецкий, он считал себя покровителем не только правоверных мусульман, но и православной церкви. И для него смута, реформация это была как смута, это как революция какая-то внутри церкви. И поэтому патриарха Кирилла Лукариса казнили. А вообще был уникальный человек, был конечно. В чем смысл реформы он видел? Во-первых, ну несколько пунктов можно записать. Вообще потрясающая книга, вот это вот «Восточное исповедание христианской веры». На латинском и на греческом языке она была издана тогда и сделала большой шум. Потому что он, православный патриарх, предлагал, по сути, вернуться к первой модели христианства, к раннему христианству, вероучении. Он предлагал, ну не во всем, но почти во всем. Допустим, отказаться от многобожия. Предлагал церкви православной иерархии, и народу отказаться от посредничества кому бы то ни было другого, помимо единого и неповторимого посредника, первосвященника Иисуса Христа. И Кирилл Лукарис в своей книге «Восточное исповедание христианской веры» однозначно утверждает, что один лишь есть ходатай, посредник, первосвященник, это сам Иисус Христос. Что нет других ходатайов, что вера в других ходатайов, посредников, это вымысел, это ложь. И слава Богу, что хватило у него мужества, это все написали. Вообще Кирилл Лукарис был очень просвещенным человеком. Он в свое время учился у Галилея, и вообще на Кипре родился, учился на Западе. Потом мучился в Африке, будем так говорить, был там служителем, священником, потом в Западной Белоруссии, в Бресте, значит, из Африки, прямо из Африки в командировку в Брест, представляете? Не ближний свет, не было самолетов тогда. Так вот, и потом вернулся в Африку, через Украину, в Африке был епископом и патриархом, африканским, александрийским, он перенес кафедру с Александрии в Каир тогда, и центр православия на востоке был город Каир как раз в то время. Потом он переехал уже в Константинополь, в Стамбул, и его избрали патриархом Вселенским, патриархом, значит, в Стамбуле. И вот, будучи патриархом уже там, в Стамбуле, патриархом Вселенским, он как раз и поднял знамя реформации. Потом, что еще он предлагал? Он предлагал живопись в церквях оставить, но не поклоняться ей. Он предлагал живопись оставить лишь иллюстративного характера, не для поклонения. Само поклонение иконам он считал именно откровенной ересью. Почитание икон считал ересью. И для греков это было очень тяжелым, конечно, заявлением, потому что большинство священников к патриарху стали относиться чуть не как к протестанту на троне патриаршем. И почитание икон было сплошь и рядом тогда. Целование икон перед иконами остановились на колене. Ну, как всегда, православные и сейчас так совершают традиционные. И патриарх с этим боролся. Он заявлял, что это все от непросвещения народного и священники непросвещенные. Школа библейская, семинария тогдашняя заработала в столице. И был куплен им печатный станок. Это была сенсация для Стамбула. Печатный станок появился на Востоке православном. Никогда еще такого там не было. Это было диковинкой такой. И станок работал постоянно, потому что печаталась Библия. Ну, и Новый Завет печатался, по крайней мере. И печатался Новый Завет на греческом, новом греческом языке. То есть, перевод был сделан на современный тогдашний греческий язык уже. Со старого греческого. О чем говорил Кирилл Укарис еще? Там целый... Даже не помню сейчас точно. Очень много этих было тезисов у него. Но вот, наверное, самые основные, вот как раз по поводу многобожия, да. По поводу честилища. По поводу вот этих мотарств. То же самое он писал, что это есть учение не христианское, которое пришло в христианство. То есть, он как бы, по сути, и здесь очень сильно, ну, как бы, нажил себе даже много врагов на этой почве. Особенно из Бейрута, значит, тогдашнего Берии, был, значит, епископ тоже Кирилл, значит, который, митрополит, который очень рьяно выступил как контрреформатор, против реформации. Кстати, он был следующим патриархом. Потому что султан Турецкий именно контрреформатор удалил патриаршу престол потом. Так вот, о такой большой реформации на Востоке не было православным, к сожалению. В православном мире, вот как в Западном, не было большой реформации. Но были попытки другие. На Руси, я вчера немного упоминал о крещении Руси, да. Русь была крещена, но не просвещена. К сожалению, у нас, ну, нечем похвалиться. Проханов Иван Степанович, один из апостолов евангельского пробуждения, сто лет назад писал примерно следующее, что вот за первые девять столетий христианства на Руси так и не прозвучало проповедь Евангелия. Очень страшные слова, но правдивые слова. Чего греха таить? Наше христианство первых девять столетий было фактически именно темным, мрачным и безбожным христианством. Не евангельским, даже антибиблейским христианством. Хотя, были, однако же, были на Руси те, кто, несмотря на этот мрак, хотели видеть свет Божий. Искали Бога. Богоискательство было, богоискание было. Те же самые в Новгороде, в Пскове, те же самые стрегольники, кто, может, слышал об этом, стрегольники, да, жидовствующие, 15 век, время Ренессанса, на Руси тоже была именно попытка искать Бога, найти Бога. О стрегольниках мало что известно, но известно, в чем их обвиняли, почему их казнили в то время. Инквизиция на Востоке, ну, в православном мире, была не менее суровой, чем на Западе. И на Руси, Киевской, Московской, особенно потом уже Руси, когда центр был уже Владимир, потом Москва, Инквизиция достигала, ну, на самом деле, апогея. Хотя, слово само Инквизиция, оно родилось, вообще-то, не на Западе, а на Востоке, вообще-то. Это было в Константинополе в 381 году, еще в конце 4-го столетия, на Втором Вселенском Соборе. В те времена, как раз, это слово впервые, оно прозвучало и стало модным очень. Буквально означает расследование, это слово Инквизиция. И тогдашний, даже это не священники начали слово говорить, а употреблять, а власти императора Феодосии Великий, он говорил это слово Инквизиция, повторяя, что церковь должна проводить расследование ереси, исследовать и наказывать, значит, еретиков, казнить именно их. В Фессалониках была устроена резня большая тогда, значит, и считается это первым в истории христианства именно инквизиторским процессом, когда, значит, очень много людей было казнено, как оказалось, просто по подозрению в измене, там, заговоре, или религиозно-политическом, но официальных казнений, как отступников, как милитиков, не слушавших церковь, как бы. Значит, и резня тогдашняя, конца 4-го столетия была первым процессом инквизиции. Затем, значит, были другие моменты, но вообще-то само зловещее название инквизиция во всеуслышание было объявлено на Западе римскими папами, и в середние века оно использовало это слово, чтобы, значит, на самом деле проводить расследование. Допустим, если ты приходил в церковь, в костел там на Западе, да, в Западной Европе, если ты был католиком, и священник на исповеди узнавал от тебя, что так и так, что ты, значит, не верил в какие-то там догматы веры, тебе трудно было верить, священник мог тебя убеждать, но если даже потом, как бы, не действовали доводы эти, то священник должен был сообщать, куда надо, компетентным товарищам из доминиканского ордена инквизиции, которые в подвалах монастыря, тебе объясняют, что ты не прав, знаете ли, и лучше платить сразу. Допустим, к примеру, те, что не хотели за индульген заплатить поначалу, то, значит, к ним тоже были репрессии, очень довольно жесткие репрессии. Да, как был скандальный случай в Европе Западной, когда, значит, собор, один из западных католических собраний епископов, решал вопрос, какая голова Афанасия Александрийского истинная, какие неистинные, потому что было три головы в Европе, выдаваемые за голову Афанасия Александрийского. И, значит, и все три головы были привезены крестоносцами, и, значит, имели сертификаты, подписи, все, печати генералов ордена, то есть, как бы, ну, подлинники, как бы. И ни один из монастырей не мог отступать, потому что куча паломников приходила к голове Афанасия Александрийского. И вот, и собор принял одно из самых, ну, тупых, глупых решений за всю историю христианства. Признать все три головы истинными. Представляете? И современный комментатор, католический, кстати, монах из Москвы, францисканец, пишет, наверное, они подумали отцы так, что это первая голова Афанасия в молодости, в зрелости, а потом в старости. Ну, вот такая история. Ну, а вопрос такой, неужели в Европе, ну, как бы, не было умных людей, которые говорили, не может быть. Вот с такими занимались инквизиторы. Объясняем, что они неправы. Скажут три головы, значит, три головы. Скажут десять, значит, десять. Если скажут прыгать, лишь спрашивай, на какую высоту прыгать. И все. И особенно вот эти вот, знаете ли, во времена уже реформации, когда начиналась контрреформация, да, были такие иезуиты, значит, это как папское КГБ такое, да, спецслужбы рождались такие католические для борьбы с инакомыслием и прочее. У этих монахов вообще было и есть только лишь, ну, первый пункт у них, да, самый главный пункт их веры, что папа всегда прав. Римский папа всегда прав. Как в армии, да? Да. А пункт второй, если папа не прав, смотри, пункт первый. И все. Да, значит, и поэтому вот эти вот ангелы смерти, они, ну, совершали и совершают очень много преступлений, к сожалению. Так вот, и это как бы черная гвардия папы. Главная задача с самого начала и по сей день, в принципе, уже 21-е столетие, за пять столетий ничего не изменилось. Борьба с реформацией во всех ее правлениях. То есть, главная задача, значит, этого ордена по сей час. То есть, заставить людей держаться вот этих старых доктрин, ложных доктрин. И поэтому орден один из самых таких демонических орденов. Я, значит, мало соприкасался с этими ребятами, но скажу, что даже тех немногих опытов общения мне хватило вот так вот понять, что это, как бы, КГБ отдыхает вообще. Значит, это, как бы, элита, ну, откровенно люди одержимы, во-первых, одержимы. Я жил в одном польском монастыре два месяца. Значит, это были кармелиты, кармелитанского ордена. Это обычный монастырь с обычным орденом, с обычным уставом. Ничего такого замечательного не было там, значит, ну, выдающегося обычный монастырь. Но когда, значит, приезжал инспектор туда, когда приезжал, значит, иезуит, то это надо было видеть. Просто-напросто мне это напомнило вот такие чистки сталинские. Просто как будто приехал офицер НКВД выдающийся какой-то. Всех ставил на подоконники, выстраивал. И настоятелей, и всех-всех-всех-всех шерстил. Вот, значит, и скажу, что из истории христианства на Руси, христианства, стригольники, жидовствующие, в чем их обвиняли? В том, что они молились своими словами, молились без икон. На Руси это было запрещено. Статья, это звучало очень даже довольно так... Это была статья. Допустим, если ты имел иконы, и вот ты, допустим, захотел эти иконы уничтожить, ты покаялся и больше не веришь в это все, и свои иконы, купленные за свои деньги, ты взял и уничтожил. Статья была о смертной казни, однозначно. Статья называлась о богохульстве. Потом, значит, именно таким образом сожгли на Красной площади одного из этих священников. Настоятель Софийского собора города Великого Новгорода, протопоп Алексей. Его арестовали в Новгороде, еще одержали в темнице в Новгороде, а потом в Москву переправили, и потом в Москве на Красной площади сожгли торжественно, на медленном огне. Его обвинение было главное в чем? Его задержали по доносу, потому что донесли архиепископу Геннадию Новгородскому, что так и так вот протопоп у себя во дворе иконы рубит и палит. На всякий случай архиепископ послал туда своих гвардейцев, кардинала будем так говорить, да. Когда те арестовали по-горячему, не все еще успели он иконы спалить, у него нашли обугленные останки икон. Значит, оказалось, что он трезвый. Если бы на пьяную голову, значит, его бы там на время отстранили бы от служения, допустим. Ну, мало ли, белая горячка там, да, значит. А раз на трезвую голову, значит, знал, что делал. И это была уже смертная статья. Но его не казнили в Великом Новгороде, потому что Геннадий Новгородский решил узнать, что дальше. Потому что наверняка он имеет таких единомышленников в Новгороде. Началась охота на ведьм. Арестовали его семью, его слуг и пытали в подвалах монастыря. Некоторыми попытками выдавали имена, пароли и явки. Оказалось, в Великом Новгороде и даже в Пскове целая сеть конспиративных явочных квартир. Начались аресты. Снова арестовывали людей, бросали их в казематы. Монахи их пытали. Те выдавали имена другие. И начались новые аресты, новые пытки. И так, как снежный икон, все это росло. Вначале в Великом Новгороде, а потом и в Пскове. Оказалось, при обысках в этих домах, где молились эти люди, не было икон. А это была уже все, статья. Потому что если люди молились без икон, это уже статья была по те времена. Вот, потом, они молились своими словами. И они не молились Богородице Святым, они молились только лишь Богу. Это был криминал для православной церкви. Потом, тем более, во главе этой структуры стоял не кто иной, как настоятель Софийского собора города Великого Новгорода. Прото-поп. Не обычный сельский поп, а прото-поп. То есть, старший священник. И также, он был не один поп, который... Вообще, до Петра Первого на Руси называли священников попами. А слово папа, с отец. Значит, и называли поп, допустим, поп, а жена его попадья, да? Вот, значит, старший поп был прото-поп. Его жена протопопица. Вот, допустим, в жите протопопа о вакуумах. Кто читал, может быть, да? Это один из шедевров древнерусской словесности. И он там пишет, а протопопица моя Анастасия там... Что дальше там? Аку-медведица, говорит. Или Яку-медведица. Значит, и, в общем-то, видимо, такая была большая у него матушка. Я так понял. Если я медведица. Или я так образно представлял ее такой большой. Значит, и, в общем-то, ну, там непонятная история. И вот, значит, и... А старшие протопопы их называли попище. Попище. Допустим, в старых документах, там, значит, новгородских, псковских, московских, там написано. Попище Василий, допустим. И печать свою там. Все, попище. Да. Может быть, есть еще протопопище, не знаю. А или мегапопище. Это гиперпоп, да. Суперпоп. Да. И вот, значит, оказывается, некоторые попы, эти священники, они имели вот такие вот, как бы, там, домашние группы. Но самое страшное, что напугало очень церковной власти, было даже не это. Самое страшное, что оказалось, что на этих встречах, на квартирах, в домах частных, да, они читали Евангелие. Это было самым страшным. Потому что здесь уже пахло откровенной ересью. Значит, не в храме, не на богослужении, а в домашних условиях, частным порядком, люди читали Евангелие. Значит, и поэтому аресты были массовыми, и убийства были, значит, ну, на самом деле, не сотни, а тысячи людей в Новгороде, в Пскове были казнены. На кострах жгли, на дыбах. Многие погибали просто под пытками. Вся вина была в том, этих православных христиан, что они читали Евангелие, слышали Евангелие, молились своими словами, молились без икон. Вот главные обвинения в их адресах. Их назвали стрегольниками, других жидовствующими называли. В первую волну реформации там, в Новгороде, назвали стрегольническим движением. Почему? Потому что первым, кого арестовали по этому вопросу, был стрегольник, парикмахер по-русски, по имени Карп, и его товарищ диакон церкви Никита. Их обоих казнили, бросили с моста волков и утопили. Но казни были в Новгороде очень довольно-таки популярны, как по этой статье. Потом вторую волну этого пробуждения в Новгороде и на севере назвали ересью жидовствующих. Почему? Потому что уже нельзя было списывать на то, что больше столетий боремся с одной ересью и не можем побороться. Поэтому было придумано другое название, якобы это другая волна, но другое движение. Хотя это было то же самое в принципе. А почему жидовствующими? Потому что такая легенда возникла, что якобы один еврей, даже предполагаю, что это был раввин из Киева, по имени Схарий или Захария, он переехал на ПМЖ в Великий Новгород и совратил попов новгородских в ересь. Почему? Потому что обвиняющие Алексея, Дионисия и других протопопов новгородских так рассуждали, что они не могли же наши русские попы сами в такую ересь попасть. Видимо, здесь еврейский какой-то заговор. Видимо, евреи здесь руку приложили свою. Тем более, вот этот Захарий, почему его там тоже казнили-то, еврейского этого раввина, он был очень странным раввином. Дело в том, что в Великом Новгороде было мало евреев, несколько семей всего. Цель переезда была неясная. Тем более, что он общался не с традиционными иудеями, именно не со своими, казалось бы, соотечественниками, ну, евреями, а общался с попами. В то время была статья за подобное общение. То есть, ты не мог дружить с евреем, общаться с евреем, получить подарки от него, тем более, если ты был священником. Но для священника смертной казни не было. Для священника было пожизненное лишение священного сана за подобное знакомство, дружбу, принятие подарка, совместное мытье в бане, что-то еще. То есть, там довольно подробно было расписано, что нельзя делаться. Вообще, от еврея нужно было подальше держаться тогда. Вот, любой контакт с евреем мог принести тебе большие проблемы. Но если это делал не священник, а именно обычный прихожанин, допустим, да, обычный православный христианин, то его ждала смертная казнь за это, по статье. То есть, дружба с евреем заканчивалась костром, дыбами, казнью. О судьбе еврея не пишут, потому что это было по умолчанию тоже казнью было. Но пишут о судьбе христианина, который имел общение с евреем. Тем более, ведь общение с еврейским раввином. Почему священники протопопы, настоятели Софийского собора, главного собора Великого Новгорода, рискнул своей карьерой всей? Да, его не казнили бы за это, потому что казнили бы евреи только лишь за это. Но его пожизненно бы лишили священного сана и служения. Он был бы простым, значит, человеком после этого. Так вот, почему он пошел на это? И почему вот этот Рэбе Захарий, почему он пошел на Канта, мы не знаем до сих пор. Есть у меня предположение, что этот Захарий был по всей вероятности мессианским раввином. Потому что очень нетипичное поведение для традиционного, обычного раввина. Вероятно, это был мессианский такой еврей, мессианский раввин. Хотя, то, что он был раввином, это еще видно на воде писано. То есть, мы не знаем точно. Но предполагают, православные историки пишут раввин. Ну хорошо, ладно. Может быть, служитель был. Может быть, он вел группу. Я не знаю. О судьбе его неизвестно. Пишут, что посадили на кого посреди города просто. Ну, как бы, времена были такие, ну, очень непростые. Значит, и очень жестокие были времена. Вот, и подвалы монастырей новгородских, псковских были забиты вот этими осужденными. Но, каково же было удивление архиепископа Геннадия Новгородского, когда некоторые под пытками на дыбах признавались, что к ним приезжали гости с Москвы. И плюс еще, оказалось, не просто гости с Москвы, а известные какие-то гости. При деньгах, при власти. Диак. Как думный диак. Это как, ну, как бы, министр или возле где-то министерства, значит, иностранных дел или финансов. То есть, известный человек. Федор Курицын. Потом, значит, даже один из обвиняемых под пытками выдал, что даже якобы были послы от самого митрополита Зосимы. Московского. Якобы сам митрополит тайно тоже сочувствует им. Вот это да. И тогда, как бы, Геннадий чувствовал себя на коне. Что он раскрыл мега ереси вообще. Что в Москву тянутся хвосты этой ереси. Значит, дело в том, что он понял, почему тогда с Москвы приходили грамоты, письма, просьбы не казнить этих священников. Ага, видимо, покрывает своих еретиков. Но Зосима, мы не знаем точно, что было Зосимой. Он скоропостижно скончался просто-напросто после этого. Значит, ну, одна из версий, что его просто-напросто его убили. Значит, потому что он вдруг ни с того ни с сего, значит, просто-напросто утром не поднялся с постели. Объявили его просто, вот, умер человек. Значит, и избрали нового митрополита московского, который стал бороться с ересью. И костры запылали по всей Руси матушке тогда уже. Зосима он всячески пытался инквизицию эту остановить, чтобы дальше Новгорода и Пскова не распространялась эта зараза. И чтобы не были казни массовыми. На Красной площади при нем очень мало кто пострадал. Но после смерти Зосимы Красная площадь была залита кровью, там, сотен и тысяч людей православных, которые читали Библию, которые имели свои мнения, молились своими словами. И горели костры очень часто тогда. Значит, о нашей инквизиции мало кто знает. Но страсти здесь почему разгорелись еще в те времена, в 15 и начало 16 столетия. В воздухе пахло реформацией. В это время Европу лихрадило. В это время по всей Европе, по сути, Господь готовил реформацию большую. Людвер тогда еще пешком под стол ходил, когда в Москве, в общем-то, обсуждали вопросы очень такие, ну, скажем так, насущные, важные. Как и в Европе. В принципе, одни и те же процессы были. На Руси тогда ожидали конец света. Кто из вас, может быть, помнит из истории в 1492 году, неудавшийся конец света. Значит, это было просто очень, ну, такой сенсацией большой. Потому что, когда Русь приняла христианство, приняла христианство с Византии, то все книги богослужебные были книги византийские. Но во всех книгах византийских было обозначено Пасхалия, время празднования праздника Пасхи. И Пасхалия заканчивалась всегда, византийское, на 1492 году от Рождества Христова. И после того, во всех книгах богослужебных были большие или малые приписки такие. И написано было, что после того времени света представление, то есть конец света, свет представится. В некоторых вариантах говорилось, что старый свет умрет, и наступит новый свет, новая земля, и новые небеса. То есть, как бы, значит, что-то такое писалось. Но разные варианты были этого всего. Но по всем книгам богослужебным было обозначено, что конец света будет в этом злополучном 1492 году. Хорошо. Русь приняла христианство когда? В 988 году. То есть, времени еще навалом. На наш век хватит. Так думали славяне, принимая крещение, принимая христианство. В общем-то, церковь жила этой верой, но, понимаете ли, время оказалось еще очень много впереди. Но время неумолимо шло вперед. Пасхалия заканчивалась. И в том самом 15-м столетии столько было совпадений, которые заставляли как раз именно думать, что на самом-то деле, видимо, исполнится это 100%. Священники, святители, многие там епископы, патриархи даже, писали примерно так тогда, что дня и часы мы не знаем, потому что в Евангелии написано, а дни и часы том никто не знает. Но год мы знаем точно. Год мы знаем точно. И, понимаете ли, если вы, допустим, попали бы в Киевскую Русь, Владимирскую Русь, Московскую Русь, до вот этого самого, вот в пролежутке между началом крещения и вот этой датой, и вы бы сказали бы, а конца света не будет в 92-м году, вас бы засмеяли бы и сказали бы, сектант. Сектант. Или жид, сказали бы. Жид. Потому что жиды не верят в это. Почему ересь еще и жидовствующей была? Потому что, видимо, наслушались еврейской пропаганды. Вот, значит, и потому что на Руси такое было отношение, что у евреев свой календарь, вот поэтому они не верят нашему православному календарю. И, хорошо, значит, ну, кстати, как ни странно, когда конец света не состоялся, знаете, на кого списали? Неудавшийся конец света? На евреев. Самое интересное, вообще, это вот и смех, и грех. Вот, именно на тех, кто не верил, на них и списали, что, мол, из-за них и Господь не пришел вообще, и, как бы, и все напасти эти. Да. Да. Но, хотя о дне и часе не знали, но по умолчанию стояла таки дата одна. Значит, даже не одна дата. Но была версия, что это будет праздник Благовещения 1492 года. Была другая версия, что это будет как раз после Пасхи. Третья версия после Дня Пятидесятницы, после Троицы. То есть, разные были мнения, но, в принципе, единодушно, процентов 99 всех россиян тогда считало, что в этом году точно будет конец света. Какие страшные знамения были? Ну, в мире христианском падение Константинополя, да, окончательное падение Константинополя. Самый главный храм православного мира стал мечетью. Султан Магомед въехал в Константинополь на коне, как победитель. И столица была названа Стамбулом. И сказали так, все, Магомед этот султан, это антихрист. Он въехал в святой город. Магомед, значит, мечеть стала, ну, храм стал мечетью. И все, падение царства Константинопольского, Византийского царства. На Руси это восприняли просто как апокалиптическое такое событие вообще. Событие вообще всех времен и народов. Потому что это было центром, откуда все пришло к нам. И после падения Константинополя, когда на Руси это стало доподлинно известно, в деталях притом, то, значит, на Руси началась не то, что паника, но такая тихая паника. Значит, перестали люди жениться, выходить замуж. Какой был смысл жениться, выходить замуж и рожать детей, если будет конец света уже скоро. Катастрофически упало. Монастыри зато очень резко выросли. Рост монастырей был небывалый. Люди хотели под конец вымолить свои грехи, быть в святости. С другой стороны и разбойные люди умножились написано. То есть, ну, как бы разбой на дорогах. То есть, люди по-разному реагировали на конец света. Это как, помните, Комсомольская правда в 90-м или 91-м году, я думаю. Сделал вопрос такой в Москве. Что бы вы сделали, если бы знали, что завтра конец света? И самое интересное, многие отвечали, знаете, как москвичи тогда? Отвечали, ящик водки и закройся в квартире. Притом, очень многие отвечали примерно таким образом. Люди по-разному реагировали на известие о конце света. И вот, что произошло? Конец света он не состоялся. Но за два года до предполагаемого конца света, в 90-м году, в Москве было решено собрать собор. Как бы, вообще, как предлагалось последний вообще в истории человечества. Потому что все, время заканчивается. Время финиш. За два года, в 90-м году, в Москве собрались епископы. И на соборе выяснилось, что не все разделяют, оказывается, несмотря на то, что книги в православномстве говорят об этом, не все разделят эти мнения. Кстати, те, кто не разделял эти мнения, считали еретиками и отступниками. Их называли на соборе жидовствующими. Теми, кто наслушался еврейской пропаганды. И я не знаю, какого мнения был великий князь Московский. Трудно судить вообще. Но я думаю, что он не особо, может быть, даже и верил в конец света. Я не знаю. Трудно сейчас судить. Но его поступки были интересны очень. Он поддержал большевиков на соборе. На соборе были две фракции. Большевики и меньшевики. Я так условно их назвал. Вообще-то они назывались совсем по-другому. Большевики, они назывались тогда иосифляне или иосифляне. Последователи или сторонники Иосифа Волоколамского. Меньшевики, это были нестяжатели, их называли на Руси. Это были, ну, во главе этой фракции был Нил Сорский, Васям Патрикеев и другие там братья. То есть, две фракции образовалось, выяснилось. Но еще третий, это те, кого репрессировали, это жидовствующие, собственно. Но из пикера были вот две фракции. Так вот, и большевики, так условно их назвать, во главе стал Иосиф Волоколамский, Иосиф Володский. Этот официально святой православной церкви, это был инквизитор, еще тот. Именно он убедил впоследствии великого князя Московского, после неударшегося конца света, когда были все в растерянности и начиналась паника, и мародерство, и... Потому что голод, люди запасы все съели, никто не рассчитывал на следующий 93-й год, поэтому семян не оставляли, подъедали все под конец. Последние запасы, последние закрутки, соленья, варенья, все подъедалось, одним словом, все. Дальше конец света. И редко у кого было пропитание в то время, и цены резко поднялись, голод наступил на Руси. Хотя не было засухи, не было там проведенных дождей, все было нормально. Здесь были проблемы. В сердце было, и в уме была засуха. И, значит, и... Так вот, и что произошло? Кстати, не голодали только лишь евреи, которые делали большие запасы, понимая, что куда все идет на Руси, делали запасы продовольствия большие, и они могли продавать, могли, значит, иметь деньги из этого. Вот, потом... И те православные, которые поверили евреям, либо осознали, что, видимо, будет большая проблема у нас. Потому что по всей Руси просто бардак начинается. Бунты знаменитые начались как раз в то время. И чтобы толпе было хорошо, чтобы народ... Да, разочарование в церкви было великое в то время, в православной церкви, потому что вот конец света не состоялся. Ведь сокопоколение верило в это все. И вся вера оказалась ложной, тщетной. Так вот, новгородский, кстати, поп Агафон такой был, он предположил, что конец света будет позже чуть, мол, вышла ошибка на 70 лет. Он составил пасхалию на 70 лет вперед. Но его уже не слушали. Агафона освистали даже в самом Новгороде, его серьезно не слушали. Геннадий Новгородский приказал, чтобы не было больше никаких споров после этого на тысячи лет вперед просчитать. То есть, сегодня пасхалия есть в православной церкви до 2492 года. Но с того самого времени это единственный случай в истории православия назначения ложного конца света. А истоком послужили ложные пророчества, которые были тогда у святых отцов еще 6-7-8 столетия, вот те далекие времена. Еще до крещения в Руси это было все. В Византии придумано. Кому-то было откровение. Ну, как кому-то. Это были десятки очень разных отцов. Больших и малых, малоизвестных и очень известных. Которые повторяли эту ересь. Ложное пророчество. Кстати, конец света состоялся все-таки какой-то. Может быть было пророчество нормальное, просто его не так истолковали потом. Не так поняли. Потому что именно в 1492 году Колумб открывает Америку. До того самого 1492 года люди думали, что только лишь вот эта земля есть земля. Не знали про существование второго полушария. Не знали, что там есть материк. Не знали, что там есть земля. Вообще-вообще развитие цивилизации что здесь? Там терра инкогнито. Земля неизвестная вообще. Представляете? И я думаю, что... Ну, у меня предположение такое есть. Возможно, были византийцы... В Византии было какие-то пророчества нормальные. Что старый свет и что христианство, центр мирового христианства потом перейдет в новый свет уже. Как это получилось в США, вообще Америка. И знаете ли, что интересно? Я думаю, что просто было неправильное истолкование этого пророчества и неправильное его опытное употребление. Очень слишком много для совпадения такого, будем так говорить. И, кстати, когда христиане поплыли туда в 1620 году, перегримы, да? Вот вчера был День Благодарения, значит, праздновался в США как государственный праздник. Во многих странах мира, где много протестантов, это отмечалось не на государственном уровне, но на уровне церквей, общин. Вот наша церковь тоже присоединилась к этому праздниству. И последний 4 ноября, значит, отмечается как День Благодарности Богу, да? День Благодарения. И в 1620-м, когда со старой Англии люди поплыли, рискуя своей жизнью, на видавшем виде, корабль был уже, по сути, отработавший свое, люди плыли небогатые, люди плыли на последние порой деньги. Не от хорошей жизни поплыли они, потому что в старушке Европы люди сгорали на кострах Инквизиции, свирепствовала Инквизиция. Верующим надо было найти место, либо их вообще полностью истребят, либо они найдут себе приставище. И они приплыли туда, и первая зима была ужасна, люди погибали от холода, голода, но выжили. И Бог дал им первый урожай хороший, и в 1621 уже осенью совершился первый праздник Благодарения. На новом континенте Бог расположил сердца дикарей, индейцев, и вообще дал возможность выжить, закрепиться там и потом распространиться. Слава Богу, это чудо, считаю. Есть провиденциальная такая предыстория образования Америки, провиденциальная. Но началось это все как раз еще в 1492 году. Колумб открывает Америку. И вот, у нас... И время? У нас как-то осталось. Полдесятого, если заканчиваем еще. Сейчас 10 минут. Вот так минуту все. До конца вообще. До конца вообще? Да вы что? Я понял, а я не колоколами слышу, ничего. Я думаю, у меня еще время достаточно. Так, да, мало времени. Давайте я вам расскажу ближе к нам историю. Ближайшую к нам историю уже. Хотя я очень люблю историю христианства в Северной Америке, вообще в Америке. Очень люблю эту историю. Некоторые школы библейские, особенно в США, я как раз эту тему раскрываю. История образования нации с разных народов, когда люди верующие и образовали один новый народ. Вообще, это было потрясающе. То есть, рождение народа было потрясающе, на самом деле. В духовном пробуждении формировался дух американского народа. Вот это было, ну, просто бомбой в истории цивилизации человеческой вообще. Вот, и... Но это отдельная история. Вернемся в Старый Свет. Вернемся сюда, в это полушарие. Что было здесь? И вообще в России, в частности. Мы все знаем... Вот, конец света прошли, да, все. Но что было после того? После неудавшегося конца света? Наверное, были зрелищные события такие. Допустим, староверческий раскол. Староверческий раскол, да. Это тема такая, тоже немного жутковатая, правда. В 1666 году, одна из самых таких роковых дат в истории, значит, христианства на Руси. Кстати, вот интересно соплонение. Три шестерки к ряду, кстати. Поэтому легко запомнить. Почему одна из самых роковых дат? Ну, после конца света неудавшегося, это она самая роковая дата. Потому что именно в 1666 году в Москве состоялся собор, который просто-напросто расколол тогда церковь. И по вине этого раскола, ну, больше миллиона, как считается, историками, россиян, украинцев, белорусов пострадало. Чаще всего людей сжигали, топили, значит, и убивали другими видами казней. Красная площадь была завалена отрубленными руками, головами, значит, и вообще-то было жуткое время очень. Почему раскол состоялся? Почему, в чем была причина этого раскола? Почему собор принял такие страшные решения там? И почему кровь хлынула рекой? И почему священники убивали много народов? Потому что церковь предполагалась православную перестроить по новым греческим стандартам тогдашним. То есть получилось все как вообще и как всегда. Значит, хотели вроде как лучше. Хотели церковь православную на Руси привести к стандартам греческим, греческой церкви. Для чего это было до сих пор не ясно. Есть версия, есть много разных предположений. Борис Кутузов, один из историков, предполагает, что, значит, именно вот историк, больше старобрядчества как раз, предполагает, что это были политические причины, потому что русские цари, в частности Алексей Михайлович, тогдашний русский царь, отец Петра Великого Петра Алексеевича, замышлял, ну, в Царьграде воссесть однажды, в Софии, убрать оттуда мусульман, турок и распространить царство туда, в Царьград. Но, как бы, это утопия, скажете вы, но, однако же, об этом есть исторические документы, в принципе, подтверждающие, что это была не просто, как бы, идея одного-двух людей, а на самом высоком уровне просто решался. Но, как бы, и потом эта идея, она, ну, как бы, так, существовала дальше. Сейчас, допустим, кстати, вот с тех времен, с того самого 17-го столетия, другая еще теория такая есть, были такие пророчества, они до сих пор сохраняются в православном мире, сегодня они распространяются вообще с небывалой силой, кстати, что эти ложные учения в православии, они говорят о том, что антихрист сядет в Иерусалиме в храме, русский царь пойдет войной на антихриста и спасет мир от антихриста, убьет антихриста и поразит, значит, Иерусалим, и захватит Иерусалим. Значит, то есть, по сути, то, что мы слышали в Библии и читали, да, о земле Роши, Машефов, Увала, земле, значит, это все исполнится, ну, согласно православным пророчествам, совершенно по-другому, что таки состоится, именно захват Иерусалима, значит, и освобождение от антихриста. В книге «Россия. Перевдившие пришествиям» об этом, там, очень много информации, в других некоторых книгах. Ну, ладно, я, давайте, не о пророчествах, давайте скажу из истории православия после этого раскола страшного, когда, значит, староверы, нововеры. А чем староверы отличаются, в принципе, от новопрячерской церкви, старопрячерской? Ну, казалось бы, очень незначительно, да? Два перста, там, креститься двя перстами, там, тремя перстами, но не только в этом дело, конечно. Дело в том, что еще, на самом деле, здесь политика очень серьезная, потому что новообрядческая церковь, будем так говорить, или нововерческая церковь, да, в отличие от староверческой, старобрядческой, значит, она более цезарепопиская. Сын Алексея Михайловича, Петр Алексеевич, Петр I, он идею отца воплотил дальше, и он вообще объявил о синодальном правлении в церкви, начиная с Петра Алексеевича, в своде законов Российской империи, в 16-м томе, в своде законов Российской империи было, где как раз говорилось о связях и об отношениях с религией и политикой, говорилось в преамбуле, что глава церкви, его императорское величество. И так было до самого 1917 года. Потом в церковных документах, церковный регламент, устав церковный, также было обозначено, что глава церкви, его императорское величество, или их императорское величество. И поэтому, скорее всего, вот эти массовые убийства, этот геноцид своего же народа, ведь шутка ли, порядка миллиона, даже одних пропишут, больше миллиона было репрессировано. И сегодня староверы в основном проживают в Австралии, в США, в Канаде, в Латинской Америке, даже в Африке есть общины староверческие. В Австралии я посещал древнейшие староверческие церкви, которые там существуют, между Мельбурном и Синнеем, просто десятки больших таких поселков, именно староверческих. Я познакомился с одним священником, но я с ним знаком был еще в Москве, когда-то, в 92-м, наверное, году я с ним познакомился. Отец Тимофей такой, он сам коренной австралийц уже, его пра-пра-пра-папа дед, еще там конец, начало 18-го столетия, при Петре Первом выехали, они бежали с России от репрессий, бежали через Китай и на острова, а с островов уже Индонезии в Австралию. И Австралия стала их второй родиной, и они там так и остались, и они уже коренные австралийцы. И, в общем-то, посещал там я общины, я удивился, многотысячные общины австралийские, вот именно староверческие общины. И они сохраняют во многом культуру, язык, допустим, но у них очень строгие правила, что в России не возвращаться, потому что они знают, что там будет антихрист. У них такие понимания, вероучительные понимания такие. И я с отцом Тимофеем разговаривал на эту тему, и он открывает мне Библию и говорит, вот земля Роша, мы шеях в Вала. Отцы наши, которые в конце 17 века уезжали, они говорили, что это исполнится буквально. И они верят в это, они знают это. Вот еще по тем временам. То есть они староверы, многие все-таки они Библию как-то каким-то образом открывали для себя, потому что их отцы, их працы, они в Писании читали и понимали эти тексты именно так, как они говорят. Но новообрядческая церковь, нововерческая церковь, она приняла другие доктрины, что якобы антихрист будет в Иерусалиме, и мы пойдем войной и спасем мир от антихриста. Вот сегодня говорят так, что Россия спасет мир, как раньше спасла мир от коричневой чумы, теперь спасем мир от антихриста. Так что живем в интересное время, господа. И еще скажу, что после Петра Алексеевича, после Петра Первого, конечно, церковь переживала очень серьезные времена, но были попытки реформации и сверху, и снизу. Запишем, давайте, некоторые имена. Я мало кого сейчас вспомню, хочу вспомнить, вернее, перед вами сейчас, но некоторые имена мы запишем. Во-первых, Ломоносов, ему в эти дни, как раз исполняется 300 лет с дня рождения, кстати. И это известнейшее имя в России, одно из самых известных имен. Но я, кстати, в Архангельске проводил вот месяц назад семинар и посвятил его как раз 300-летию Ломоносова. Почему? Потому что о Ломоносове, как об ученом, много говорят сейчас, но о реформаторе я даже не слышал. В этом году я следил за публикациями и не слышал, чтобы о нем так говорили. А ведь на самом-то деле его переживание Бога для христиан, это очень даже важность сейчас это вспомнить. Потому что неверующие люди, они его имя используют в своем. Даже коммунисты, безбожники, его использовали имя для того, чтобы показать, что он чуть ли не атеист, чуть ли не коммунистом был вообще, с наганом в руках вообще. Бред. Он был в поиске Бога, да, он не был особо набожен, потому что религия православная ему не понутру была. Хотя он изучал жития святых, учения святых отцов, немного даже в Киеве изучал, ну в Москве в спасских школах это 100% изучал отцов в церкви. Но это не дало ему ответа на его вопросы. Ответ он получил через Евангелие, и это было в Германии. И там, кстати, в Германии уже очень сильно уважают Ломоносова. Я посещал, значит, в Марбурге, в других городах, значит, вот эти костелы старые, и там во многих, не костелы, а кирхи, да, значит, университеты некоторые посещал, и как турист, и как гость. И знаете ли, и там очень часто я, ну, ну, можно сказать, раз в 20. У меня даже на фотографиях это есть, значит, и на Майл.ру, у меня там на страничке, там больше 80 тысяч фотографий с этих разных поездок, значит, 80 тысяч уже больше. И, значит, и там порядка из них, тысяч 10, наверное, из Германии фотографии разных. И вот, и там, значит, как раз места, Ломоносовские места фотографировали. Вот, и, значит, и он переживал Бога именно там. И его главная идея Ломоносова, что касается христианства, он увидел, что его сверстники в Германии находятся в очень выгодном положении по сравнению с россиянами. Потому что они могут слышать Библию на понятном имя языке, читать на немецком простом языке. Потом уже в России, будучи, он писал примерно следующее, что вот этот церковь на Славянске, мы его не понимаем. Это было в 18 столетии. Сегодня 21 столетие уже. Но по-прежнему на старо-славянском проводится богослужение, представляете? Но Ломоносов не только принес эту идею, как бы, нет, он не просто там критиковал, нет, абсолютно нет. Он переводил сам тексты Писания, некоторые, по крайней мере, те, что на богослужениях употребляются, шестопсалмы, допустим, есть классический перевод, другие его переводы. Но эти переводы были забракованы Синодом. И, знаете ли, к сожалению, но через 100 лет, уже в 19 веке, его переводы были признаны шедевром российской словесности 18 столетия. Представляете себе, церковь взяла такой грех на себя, в лице иерархии, отказав в этих переводах и в употреблении этих переводов. А ведь люди могли слышать Слово Божье на понятном им языке. Люди могли слышать Слово Божье, но священники этого очень сильно боялись. Потому как я понимаю так, что вот этот дух инквизиции, почему он как бы витает в церкви? Потому что иерархия, священники очень многие, не все, но многие понимают, некоторые это понимают умом, некоторые на уровне интуиции, наверное, предчувствуют, что если прихожане будут Библию читать, они просто-напросто не смогут верить в те доктрины, которые предлагают всем в церкви верить. Я помню, в 95-м году еще, еще будучи священником традиционной церкви православной русской, настоятелем храма, я приезжал в Москву, и я простой сельский священник, но иногда мне доводилось общаться с некоторыми иерархами. Некоторые уже умерли, некоторые еще живы. И знаете ли, в Москве, ну я думал, у нас там в провинции бардак, но думаю, в Москве-то, по крайней мере, значит, по-другому будет все, но я уехал, поняв, что рыба гниет не с хвоста все-таки, правильно было сказано в народе. Вот, потому что этот высокопоставленный человек, иерарх, он сказал следующее, ну там был не только я, там были свидетели этого разговора, но это было без посторонних, священники, но я спросил кое-что, я спросил по поводу московских этих опытов, отец Георгий Горчатков, Георгий Чистяков, Александр Борисов, они же проводили одно время, в начале 90-х, служение, значит, на русском языке, на русифицированных текстах. Сергей Сергеевич Аверинцев, академик покойный, значит, он очень много сделал после Ломоносова, именно он, значит, много сделал, что касательно именно богослужения, православного, понятного людям. Кстати, Сергею Сергеевичу вообще там, как бы, его обвиняли чуть не в ересе, он академик, он не священник. Но сделал очень много для реформации православной церкви. И когда ему говорили, вот вы, академик, занимаетесь лингвистика, занимаетесь наукой, но почему он часто говорил о реформации церкви православной? Он говорил так, что заходя в храм, я снимаю шляпу, но не голову же. Слава Богу. Да, и я спросил вот этого иерарха, значит, по поводу, а нельзя ли бы мне, вот, допустим, в селе, вот я, значит, в глубинке, да, у меня храм, вот не взяли бы мне провести службу, проводить служение на понятном языке? Вот, не на старославянском, может быть, есть смысл попробовать, как бы. Вот, и этот священнослужитель сказал так, что грамотный прихожанин, вот, это самый опасный прихожанин. Вот так. И, скажу так, я еще, может, не все понял тогда, но многие вещи мне стали ясны после этого разговора, после этих разговоров в Москве. Я понял, что иерархия московская, пока иерархия, высшая иерархия там, значит, я даже разговаривал с секретарем патриарха тогда, несколько раз общался, вот, Алексей Второго патриарха. Вот, и я понял, что иерархия жутко боится, если люди будут просвещены, жутко боится, если служение будет понятным людям, простым людям. Вот, я был еще сам далек от такой большой реформации, я думал лишь о частичной реформации, как бы, лишь об, как бы, ну, вот, допустим, понятном богослужении, там, ну, какие-то там элементы сделать с такого служения хорошего уже. Но потом уже убедился, что нужна большая реформация. И вот уже когда в 96-м году по идейным соображениям уже вышел из русской православной церкви. Я верю в реформацию, потому, как Господь, Иисус Христос, Он не хочет смерти грешника. И, больше того, Он хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. У нас время уже... Да вы что? Ну, ладно. Значит, я... Давайте, чем завершу, наверное. Вот там есть мое свидетельство, я об этом рассказываю более детально. Но скажу, что я верю в реформацию церкви. Значит, в 2003-м году у меня было такое чудо-переживание. Я сбил мальчика, я был за рулем машины, и, значит, со мной была моя жена, дети. Тогда было пятеро детей у нас, сейчас у нас шестеро детей, тогда было пятеро детей. И, знаете, и... Это было ДТП. Мальчик был, школьник был на мотоцикле, и я сбил его. И он был без признаков жизни. Это то, что я видел. Без признаков жизни. Но я молился за него. Не из упокой души. Вот. Я просто... Я стал протестантом тогда. Я протестовал против смерти его. Значит, и Бог помиловал. И мальчик этого, и меня помиловал. И, знаете ли, мальчик вернулся к жизни, но он был поломан. Но в течение короткого времени, буквально минут 10-15, пока его везли с места происшествия в больницу, он полностью исцелился. Врач, который забирал с места происшествия, врач скорой помощи, он сказал следователю, это чертовщина какая-то. Он сам не верующий, но он сделал такой выбор. Потому что на нем кровь оставалась-то, и кровь его кровь, мальчик кровь, но, значит, все, как можно за 10-15 минут зарасти, значит, кости срослись, кости там разошлись, как, знаете, как арбуз переспелый треснул, голова треснула, лопнула у него, значит, там, и там мякость полкотала. И как могла за 10 минут срастись кость, кожа срослась, ни синячка, ни царапинки, ничегошеньки. Ну, это то, что видел врач, и то, что видели другие люди, и то, что видел я. Но то, что видел потом хирург, это было вообще просто шоком. Потому что, ну, хирург не видел с места происшествия, но видел уже там, на месте, в больнице. И когда мальчика раздели, одежда говорила о том, что, ну, он реально с ДТП привезен, удар был сильный, мотоцикл не подлежал восстановлению, он что-то как внедорожник, значит, на скорости, значит, в такой самодельный мотоцикл-то. И, а мальчик, он с одного села в другое село, через трассу пересекал, значит, с Урокова сбежал, не только он там, еще другие были мотоциклисты, потом подъехавшие. Вот, это все узналось потом уже, значит, и мотоцикл не подлежал восстановлению, а мальчика Бог восстановил очень быстро. Представляете себе вообще, вот так вот. И хирург просто удивлен был тем, что под одеждой, на которой были следы ДТП, ничего не было. То есть, тело было чисто, ни синяков, ничего, ни ссадин, лишь под ягодицы нашли шлепок. Врать, это даже не синяк, это именно шлепок. А потом, значит, интересно так, ну да, папа шлепнул его тогда. Не катайся, а то не по тому батюшку попадешь, да. Да. По тому батюшку. Да, то Алексей Второй, там патриарх покойный, ехал тоже там по Москве, там они сбили женщину, и пересел в другую машину, и увезли его все дальше. Хоть бы что. Даже неформальных извинений. Списали все на самого этого водителя. как всегда. Значит, и знаете ли что, и что произошло дальше, значит, делали снимки этого мальчика, и здесь было вообще, как говорится, очевидно, но невероятно. Потому что этого мальчика хирург узнал, и мальчик отвечал адекватно на все вопросы, мальчик признал, что это не ошибка врача, на самом деле, он лежал у них в хирургии, лежал с переломом уже, тоже было связано с мотоциклами у него, и, значит, и перелом зажил у него тот очень хорошо, с первого раза, но врач сказал так, что как бы хорошо не зажило, свет на снимке должен быть обязательно, от старого перелома, по крайней мере. Но не было следов ни от новых переломов, ни от старого перелома. То есть, за эти вот минуты Бог исцелил полностью мальчика, восстановил пост, его как будто не ломались никогда, ни гематом, ничего. Но я вкратце завершу только свидетельство, но большое такое. Я слышал голос уже ночью уже, по сути, потому что допоздна там все это затянулось. Когда мне вернули документы, следователь сказал, что, ну, это просто, как говорится, das ist fantastisch. Просто, как бы, вот, значит, и потом, значит, если что, мы вас известим как-то, значит, там, а врач сказал, оставим мальчика еще в больнице, можно что проявить. Вот, ну, там как бы, а врач сказал, перед тем, я же слышал сам, как он говорил со следователем, что мы даже то, что по дороге писали, нам было все стирать, потому что, в общем, даже, не можно написать сотрясение мозга, потому что, у него такой аппетит, у него, вон там, значит, санитарки, медсестры повели в столовую, там, поел там хорошо. И вот, и представьте себе, ехал уже поздно, мы возвращались обратно в Киев, домой, и что получилось? Я слышал голос. Знаете, я слышал очень громко голос. Я не слышал голоса, не нормальный человек, значит, но слышал очень громко. Это один раз у меня было в жизни такое. Перед тем, у меня, скажу, как у многих верующих, наверное, были переживания такие, да, я слышал голос Бога, но это было тихо, как моя мысль была. Это не было в уши, это не было громко, это была как мысль, но это была не моя мысль, явно это было Божье Слово в мою жизнь. Один раз во сне, даже, можно сказать, два раза даже, во сне, когда я слышал голос, и я понимал, что Бог говорит, но, но вот так наяву, и так громко, как будто бы в машине резко включили громкую музыку, и даже за пределом машины это все слышно прекрасно было, как мне так казалось. Хотя жена была со мной в машине, она ничего не слышала, оказывается. Я даже не спрашивал, я думал, она сто процентов слышит все это. Уже на следующий день, уже дома, когда мы рассуждали о том, что произошло, я удивленно узнал, что жена ничего не слышала, абсолютно, как говорится. Голос буквально гремел именно, он такой был громкий, но голос сказал три раза одно и то же. Это было коротко, но очень сильно. Он сказал, ты это видел? Представьте, у меня куча вопросов, а он на все мои вопросы, одним вопросом отвечает, три раза. Я подозревал, что он еврей, но не до такой степени. Знаете, и при том, так громко, и с такой интонацией, как будто старый еврей говорит. Я общался со многими стариками, у меня вот такое ощущение было, как будто говорит старый еврей, и очень громко так вот. И три раза одно и то же было сказано, вот ты это видел, и каждый раз я только лишь одно могу говорить ему, да, Господи, или да. Я вспоминал весь тот день, и я был как Фома. Верю, Господи, помоги моему неверию. Знаете, я верующий, но не до такой степени, чтобы, видите, чтобы вот так вот мертвых воскресшими, это один стресс, а потом, когда еще он быстро исцелился, так, это же вообще для меня было, у меня даже горчичного зерна не было в запасе, значит, знаете ли, в моей вере, вот, а Бог, Он даже порой, даже не требует у нас горчичного зерна, Он просто берет и делает вообще, что хочет, что хочет, и делает. Значит, и делает то, что хочет. И вот, но, три раза это же самое звучало, и я ничего не мог говорить ему, только я говорил, да, Господи. А потом, тот же самый голос, так же громко сказал следующее, вот так будет и с церковью. Представляете, и все. Воскрешу, да? Как? Воскрешу. Ну, наверное, да, ничего больше не знаю, вот я тоже, за что купил, зато продал, говорится. Вот голос звучал так, вот так будет и с церковью, все. А уже, кстати, потом, да, уже потом, когда я уже ехал ближе к Киеву, вот, знаете ли, как будто бы навязчивая мысль такая, одно и то же местописание, десятки, десятки раз, одно и то же местописание, это 11.25, Иоанна, что, я есим воскресения, десятки раз, посмотрите, одну тоже, навязчивая мысль такая, Иоанна 11 глава, помните, да? Иисус говорил, я есим воскресения, я есим воскресения, и не скучно совершенно было мне вспоминать это все, а потом, дальше, знаете ли, тоже десятки раз, навязчивая такая мысль, я есим воскресения и жизнь, я есим воскресения и жизнь, а там есть такой поворот, Черниговская трасса, там Киптин называется, поселок, и дальше прямая дорога на Киев уже, она все время, и днем, и ночью забита, фактически, значит, если я еду, поздний вечер, почти ночью уже, вот, она пустая вообще, я был в шоке, знаете, как специально, Бог так взял, как Брюс Всемогущий, знаете, машину себе, убрал так, я еду дальше, и, значит, и слышу, ну, моя мысль, это не было громко уже, но, вот, внутри, как бы, включилось это все, значит, и мысль такая, и верующий в меня, даже если умрет, оживет, не совсем по переводу синодальному, но, вот так вот было, звучало, и верующий в меня, даже если умрет, оживет, одна и та же мысль, и только пост ГАИ проехал, уже в Киев, приехал, когда прекратилось это все, нагрязчивое воспоминание одного, того же текста Писания, и, знаете, меня Бог исцелил тогда, тем днем, я об этом уже понял, только лишь, на следующий день, уже, на следующий утро, ну, утром уже, рано встали, и я понял, что меня Бог исцелил внутри, где-то глубоко внутри, душевно, потому, как, честно говоря, я в тот, накануне, хотел оставить свое служение, и у меня были такие, дембельские настроения, значит, и я думал, что, я оставляю свое служение, и больше не буду, нести его, и мне стало так хорошо, легко вдруг, так приятно, радостно, что надо же, все, заботу спали с моих плеч, что я рожал, всех этих православных, что, как бы, вот, и, знаете ли, что так, как мамочка за ними ходить, вот, значит, и, и, когда это все произошло, я внутри, просто понял, что я исцелен, я хотел прежнему работу, служить, и, как бы, полно всего было в моей голове, и в сердце, много желаний было работать ради Господа, и, знаете ли, что скажу, что вот с того времени, много уже прошло, казалось бы, времени, но, у меня есть такая, какая-то, сверхъестественная вера, то есть, это не моя вера, это то, что Бог просто подарил, вера в то, что церковь может воскреснуть, церковь может, люди могут воскреснуть духовно, я думаю, что тому еврейскому пророку, что показано было поле мертвых костей, я думаю, ему было вообще такой стресс испытать, представьте, Израиль похож на весьма сухие косточки, надежды никакой, и Бог говорит, воскреснут ли кости сии, оживут ли кости сии, как бы, представьте, вопрос какой, Бог ставит в тупик просто человека, грамотный человек, взрослый человек, знаете ли, и ему предлагается поверить, то, что невозможно представить себе, но у пророка хватило только лишь, одно сказать, ты знаешь, Господи, то есть, как бы, то есть, он правил в этом, да, потому что, как бы, здесь, вроде бы и Бога не обидится, и, как бы, и вроде и прав, ну, Бог-то знает, все, но Бог хочет, чтобы мы знали, что-то тоже, из того, что Он знает, Он открывает кое-что, и, знаете ли, друзья мои, хотя, да, понятное дело, что очень много связано с политикой, с криминалом, с многовековыми заблуждениями, но люди идут в ад, люди страдают, и людям нужен живой Бог, традиции не спасает, проверено, многими поколениями христиан, но Иисус спасает, и хочется, чтобы в это время, в это последнее время, чтобы как можно больше людей приняло Христа, живого Бога, мне не хочется видеть вот моих современников, да, с кем я вот встречаюсь на этой земле, значит, видеть пушечным мясом антихриста, знаете ли, хочу видеть спасенные христиан, спасенные души, живых христиан, верующих в Царстве Божьем, и хочется испортить праздник дьяволу, хочется порадовать небеса, покаяния многих-многих грешников, слава Иисусу Христу, и давайте Бога поблагодарим за все, и с миром разойдемся в жизни, спасибо тебе, Господь, за все тебя благодарим, спасибо за эту неделю, спасибо за эту библейскую школу, спасибо за то, что ты был с нами, каждым вечером, Боже, спасибо за то, что мы узнавали многие, может быть, неприятные вещи, но такие важные для нас сейчас вещи, Боже, пусть сети падут, будут расторгнуты эти сети, религиозного оккультизма, многобожия, идолопоклонства, пусть миллионы душ наших соотечественников, Господь, возряд на тебя, Господь, Иисус, я прошу тебя, Господь, здесь, в Кемерово, по всей Сибири, по всей Руси, матушке, пройди, Господь, Духом Святым, Господь, Бог Всемогущий, пусть в каждом храме, Боже, в большинстве храмов, по всей Руси, звучит Слово Господне, пусть священники проснутся от сна греховного, Господь, и пусть священники не на Марию, не на других умерших, не на ангелов, но на тебя, на Господа, Бога Всемогущего, потому что и сегодня, два тысячелетия спустя, по-прежнему все так же, ни в ком оно нет спасения, по-прежнему, и по-прежнему нет другого имени под небом данного нам людям, которые надлежат бы нам спастись, и сейчас, в 21-м столетии, ты тот же самый, и ты исходатай Нового Завета, и тебе вся слава, Господь, и как те братья, сестры наши, что в первые века, потехи ради, были брошены ко львам, на растерзание, распинаемы, сжигаемы, Бог Всемогущий, но они сохраняли веру, Господь, они дошли до конца, передав нам эстафету, святую эстафету веры, Бог Всемогущий, только эстафетной палочкой является для нас именно как раз Слово Твое, Боже, живое Слово, Отец, и сегодня, Господь, мы благодарим Тебя, христиане, 21-го столетия, Боже, гряди, Господь Иисус, пусть в это последнее время и дух, и невеста говорят одно и то же, не так, как было в прежние столетия, кто в лес, кто под рова, дух говорил одно, церковь говорил другое, но пусть в это время и дух, и невеста говорят одно и то же, пусть будет блаженное единство, Господь, с Твоим Духом Святым, церкви Твоей, во имя Иисуса Христа, блудница постыжена, поражена, и я знаю, Господь, что грядет еще большее постыжение и поражение блудницы, церкви, как блудницы, как вертепа разбойников, но будет просновление церкви Твоей, как невесты, как святой, единственный Твоей, Господь, возлюбленный, Бог всемогущий, пусть наши сердца всегда, Господь, будут полны Тобою, и пусть глаза нашей веры взирают на Тебя, Господь, всегда, а если, где мы сбиваемся с пути, Божий, вправо, влево, возвращай нас на путь, истинный, Господь, и зри, не на опасном ли мы пути, и направь нас на путь вечный, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Господь, также за наши телезрители, прошу Тебя, Господь, Боже, дай, Господь, покаяние грешникам, исцеление больным, противни свою руку помощи, Господь, скорой своей помощи, во имя Иисуса Христа, но самое главное, прошу, Господь, за те, кто опьянен религиозным дурманом, Бог, пусть придет освобождение, особенно к священнослужителям, пусть не слепые ведут слепых в преисподнюю, но прозревшие ведут прозревших в Царство Твое Святое, благостовен ты Бог наш, во имя Иисуса Христа, аминь, 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 друзья, братья, сестры, в воскресенье приглашайте ваших друзей, православных, коллег на работе, известите тоже, значит, я буду проповедовать здесь, завтра буду в Прокопьевске, в воскресенье буду здесь проповедовать на Трехслужениях. Слава Иисусу! Аминь.